Здравствуйте, дорогие девушки! Меня зовут Жанна Санжак. Я вам сегодня расскажу про модные тенденции. Многие из нас за ними следят, потому что мы хотим быть в тренде. И встречайте новый тренд – это образ без бровей. Мы только что научились их правильно рисовать. Появилось безумное количество средств для того, чтобы оформить красиво брови. А теперь следующая тенденция, и как правило тенденции идут, всегда противоположны. Модно было одно, теперь четко противоположное. Так вот, сейчас я уверена, будут появляться средства, которые могут помочь нам высветлить брови. Причем не выщипывать, то есть нужно не то, чтобы их не должно было бы совсем, а именно светлые брови. Давайте примерим эту тенденцию. Я понимаю, что для начала это будет для всех шок, что зачем нам такие брови. Давайте останемся при своих. Но все-таки, возможно, это будет даже красиво. И такая одна из популярных женщин, которую вы тоже многие знаете, таким Кардашьян, появилась фотосессия, где она с белыми волосами и с высветленными бровями. Хотя макияж при этом натуральный. Сейчас я хочу пригласить модель. Я не буду сейчас это показывать на себе. А давайте посмотрим, как это будет выглядеть на девушке, например, модельной внешности. А потом, может быть, я и пример для себя. Дорогие девушки, я хочу вам представить визажиста. Это Александра Васильева. Девушки, всем здравствуйте. Александра визажит, работает уже 10 лет визажистом. Также она еще и моя дочь. Поэтому можно сказать, что с трехлетнего возраста визажист, если все это приплюсовать, то получится очень много лет. Итак, 25 лет, можно сказать. Практически как я. А, ну да, все правильно. Ну вот. А что мы сейчас будем показывать? Давай на тебе посмотрим и сделаем вот этот вот тренд. Красивые муки. Да, возьмем за пример фотографию Ким Кардашьян. В последней фотосессии, где у нее как раз-таки высветлены брови. Вот мы сейчас с Жанной попробуем сделать этот тренд на мне. Если глаза небольшие, убрать брови, то тогда они будут еще меньше, а века может быть более новичьи. Поэтому вот лично для меня, мне кажется, что... Ну ладно, я хочу сначала посмотреть, как это будет на тебе. Но все-таки многие тренды. Лучше смотреть на модельных лицах. Чтобы сделать такой вот прямо лакшери, для того, чтобы брови смотрелись более светлые, конечно, когда кожа потемнее, то вот этот контраст, он усиливается. Давай попробуем. Да, поэтому мы сейчас затемним немножко кожу. Да. А, кстати, я хочу сказать, что у Александры волосы такого же цвета, как у меня. Это, как вы уже понимаете, парик. Вот. Как раз для того, чтобы войти вот в этот образ полностью. Да, и тон сделан тоже поплотнее, потому что все-таки у нас идет видеосъемка. Камера очень многое съедает, поэтому чтобы прям было... Ну, еще и для контраста. В принципе, у тебя уже, да, кожа хороша, тон немного есть. Значит, скажи, пожалуйста, у тебя уже было в практике, чтобы ты кому-то высветляла брови? Вот буквально недавно, но при этом до бума вот этого тренда, до этой фотосессии ко мне пришла девушка, очень юная, по-моему, лет 17-18 максимум, и как раз-таки был самый основной запрос осветлить не только брови, но и ресницы. Ого! Да. Ты осветлила ей ресницы тоже? Да, осветлили ресницы. Просто осветление может быть как с помощью декоративных средств, вот то, что мы сейчас с тобой будем делать, а может быть с помощью именно бьюти-процедур салонных, то есть химического состава, который наносится на брови и на ресницы, и уже тогда, вот знаете, блондинки, наверное, кто долго красится, меня поймут. Вот кто окрашивается, осветляет себя, абсолютно такие же действия, да, по отношению к бровям, к ресницам. Да, пудра специальная для осветления, и вот получается, что мы просто осветляем волоски. Но я бы не рекомендовала, конечно, осветлять ресницы, потому что все-таки, так как это химический состав, у нас все-таки глаза это слизистые, и при попадании этого порошка на слизистую, ну просто могут быть всегда серьезные последствия в виде ожога. Поэтому ни в коем случае в домашних условиях такие манипуляции мы не делаем. Когда речь идет про тренды, не всегда необходимо им следовать. Вот это я хочу сказать, и сейчас как раз мы посмотрим, может быть, будет и неплохо. Дело в том, что когда какая-то новая тенденция, она всегда воспринимается, знаете, таким как бы ужасом. О боже, да вы что? Ну, кстати, да, на самом деле, помнишь, как с бровями? С бровями, да, да, да. Вот ты правильно сказала, что начинали сначала с этих вот огромных, широченных бровей, темных, черных, а теперь заканчиваем тем, что мы их наоборот вообще высветляем. Мы научились их рисовать. Куча косметики вышла для того, чтобы нарисовать брови, а теперь мы будем их высветлять. Я уверена, в ближайшее время появятся средства для высветления. Вот просто 100%. Так, значит, ты сделала тон. Подожди, давай еще немножко загарной пудры для того, чтобы сделать еще и шею. Так, ты уже потемнил, давай немножечко лоска. Да, вот тут вот. Для того, чтобы прямо так, знаешь, активненько все блестело. Ну, да, для лакшери. Вот с этой стороны у тебя блестит очень хорошо. Ну, еще немножечко. Вот. Видишь, у тебя такая скульптура хорошая, у тебя очень здорово получается. Вот тоже надо понимать, что когда мы говорим про какие-то тенденции, вот реально нужна своя фактура. Если своя фактура не соответствует, а личико может быть там более милобидная, не такое скуластая, да, допустим. Вон у тебя какие скулы, у меня совсем не такие. И давай еще немножко усилим. Я хочу, давай вот так немного бронзера, ну, чтобы больше дать вот эту вот, как бы, заваленность. Скулы? Да. Вот туда смотри. Я столько лет, почти-таки не делала скулы. Вон, смотри, видишь, как-то вот провалились. Нет, у меня, чтобы провалилась, мне нужно сделать прямо, знаешь, сколько активно. Вот предыдущему ролик обязательно посмотрите. Я там как раз показываю, как делать вот такое моделирование. И вот, пожалуйста, смотрите, вот у Александры, у нее само по себе лицо худое, всю жизнь не было в папу. То вот чуть-чуть нарисовала, и уже вот все это прорисовалось, и практически вон, чем не Ким Кардашьян. Посмотрите, сестра твоя. Так, теперь, давай сделай чуть-чуть рисунок теней. Немножечко обведи глаза, для того, чтобы подчеркнуть все-таки, чтобы они были, иначе получится еще и без глаз. Растушевочка. Чуть-чуть. Ну-ка покажи. Секундочку. Отлично. Какие глаза большие. Слушай, у тебя идет белые волосы. Пока не поняла. А теперь давай пару штрихов ресницы, только без фанатизма. Ресницы, они накрашены. А есть коричневая тушь, нет? Мне кажется, вот у нее вот тут коричневая больше тушь. Здесь очень непонятно какая. Мы сейчас, давай, ты просто слегка дотронься, чтобы не было слишком активных ресниц. Поэтому, опять же, новый тренд. Не активные ресницы, а деликатные. Как будто бы не накрашен. Ну, я совсем не касаюсь. Я думала, что достаточно. Да, да, да. Все достаточно. Так, теперь сделаю быстренько губы, и обязательно их увеличить. Это вот карандаш классный. Мы на него обзор делали недавно. Карандаш, кстати, вот этот вот. И называют карандаш Ким Кардашьян. Да? Ну, что, да, очень похож он. Только это увеличить. 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 Все, много не надо. Достаточно. Господи, это только подготовка к бровям. Так, это значит, вариант старый. Брови есть. Теперь давай убирай брови. Начнем, наверное, с белого карандаша или с фиксатором. Вообще, я смотрю, на самом деле, на фотографию. Мне кажется, что у нее, честно говоря, они наклеены. Это все может быть. Может быть и высветлено, может быть наклеено. Мы сейчас клеить не будем. У нас таких бровей нет. Мы попробуем сделать с помощью декоративной косметики. Это просто белый карандаш. Вот, кстати, я вот им уже сейчас рисую. Он немножечко мою вот эту черноту убирает. Конечно, не так, как на фото. Нет, нам нужно, чтобы они у тебя были прямо в тон волос. Кажется, я недавно сделала перманент. Теперь мне его закрашивать. Теперь, наверное, пудрой надо. Да, попробуем. То есть такой процесс, знаете, есть специально еще. Пудру обычно берем. Да. Ну, как обычно, не совсем обычную. Беленькую, да. Обычную белую пудру. Это же обычно для нас. Такую пудру не белая, а транспарантная. Ну, конечно, она же сыпучая. Мы подождем. Скоро, Сашуля, появятся эти средства. Еще сильнее давай. Есть воски для бровей. Воск для бровей, он хорошо фиксирует, держит форму. И можем тоже попробовать на восках для того, чтобы, ну, как-то лучше приклеилось. Давай сейчас сразу вторую бровь буду делать. Нет, хочу, чтобы ты сначала одну сделала, чтобы сравнить. Что, воск сейчас делаем тогда? Да, попробуй воск и на воск еще раз пудру. А давай вот? Нет. Хотела предложить просто воск. Нет, ты мне спортишь косметику. Нет. А давай сделаем так. Ты берешь сейчас сначала воск. Крась воском. А потом кисточкой. Не щеточкой, а кисточкой. Воск сейчас больше. Немножко, мне кажется. Дай я попробую. Ты прям напечатай. Да, да, да. Ничего, посыпется. Ну, смотри, вот сколько уже грязи. Если мы раньше боялись, например, сделали, накрасили брови, пошли в сауну или в бассейн, брови смылись. Мы боялись, что они у нас смоются. А теперь будем бояться, что у нас бровь светлая смоется и останется черной. И будет, да, картинка будущего. Такие мы все как немножечко инопланетяне. Ну, кстати, прикольно. Вот это слово прикольно, понимаете? Вот это прикольно. Мне кажется, оно очень хорошо ассоциируется с этим трендом. Кто? Слово прикольно. А, ну, да. Вот это то, что прикольно, по-моему, как-то не очень красиво. Надо что-то еще сделать. Может, над этим найти не замести? Потому что, мне кажется, нужно было вот этот воск наносить. Смотри. А если мы сейчас просто... Я хотела, чтобы сранить. Если сделать просто карандаш, он больше убирает вот эту вот темноту. А воск он потом ее заново возвращает. Ну, согласна, да. Не, мне кажется, мы не так все делаем. Надо... Подожди. Сейчас. Мы не репетировали. Этот тренд мы еще не репетировали. Сейчас надо это сначала смыть и приклеить брови, а уже потом им дать объем. Припечатаем воском их. Нет, теперь тон, да? Тон светлее, пожалуйста. Так. Вот это и тон дела. Да, сейчас я опять запечатаю. Все, они приклеились. Так. Стали весь чуть-чуть посветлее, немножечко. Теперь, давай, возьмем телесную пудру натуральную. Угу. И вот пудра сейчас нам как раз таки... Слушай, давай, знаешь что? Пудра для бровей. Давай, да. Светлой. Хорошо будет. Но сначала надо карандашиком. Давай карандаш. Господи, целый процесс. И вот карандашиком, я думаю, что нужно прям вот идти по каждому чуть ли не волосочку. У меня же они темные. Укин карандашиком, кстати, тоже. Потому что я думаю, что они там наклеены. Или, скорее всего, просто вот эта процедура по высветлению бровей. Я когда тоже работала как бровиста, была достаточно у меня такая большая клиентская база в свое время. И до, ну, когда я так активно не преподавала, и у меня приходила девушка, она, кстати, тоже была армянка, очень красивая. И у нее были очень черные брови. Она не хотела, чтобы они были черные. Она хотела, чтобы они были коричневые. А черные-черные брови, смоляные, чтобы сделать их коричневыми, нереально. То есть тут нужно не окрашивать их в какой-то коричневый цвет, а высветлять. И потом окрашивать. А потом окрашивать, мы потом не окрашивали, мы просто высветляли нужные кондиции. И они как раз становились понежнее по цвету. Было, кстати, очень симпатично для нее. Но это еще было тогда, когда вот такие активные брови не были в моде. И ведь сейчас мы делаем совсем другое. Вот видишь, мне кажется, что она не такая черная становится, как вот тут. Ну, согласна. Плюс еще просто косметика, она, видишь, немножко как впитывается в брови. Так, давай теперь пудрой. А вот сейчас вот этой пудрой для бровей. Так. Ну, на самом деле, мне нравится. Интересно, девушки, вот что скажете? Готовы ли вы ходить со светлыми бровями? Ну, прикольно. Прикольно. Да, да, да. Давай, прикалывайся дальше. Ну, я думаю, нормально, достаточно. Вот это давай уже выровняем. Так, ну-ка, ну-ка, а вы прям посмотри. Ну, что я тебе хочу сказать? Надо теперь нос корректировать. Потому что брови ушли, и сразу нос стал визуально больше. Давай. Давай, корректируй. Соответственно, если у меня нет такого аккуратненького носика, то уже эта тенденция на мне может не так симпатична быть. И, конечно, когда нет бровей, есть в физиогномике такое, как бы нет бровей, нет характера. То есть такая немножечко, знаете, инопланетная. Или как ангел. Вот, ангелы тоже типа без бровей. Они такие вот очень миленькие. Так, немножко давай растушуем. Почему не корректируем нос обычно? Не понимаю. Ну, обычно потому что у тебя нос корректируют брови. Когда брови яркие, они на себя берут, ну, как бы, акцент. И нос тогда становится не такой выразительный. А ты брови убрала, сразу нос вылез. По-другому никак. Это так работает. Так, ну-ка, посмотри. Ну, как тебе? Слушай, ну, в принципе, вот честно, мне нравится. Ну, на тематическую вечеринку я бы вот так вот какой-нибудь пошла. Конечно, в повседневной жизни. Нет, это имеет, мне кажется, место быть, если весь образ сам по себе такой. Согласна. Вот как у меня девочка-клиентка была, ей круто было. То есть на ней настолько это смотрелось гармонично. Давай теперь я попробую. Давай. Ну-ка, давай. Внимай. Так, вот, значит, для того, чтобы носить светлые брови, посмотрите, насколько все-таки вот играет значение цвет волос. И вот со светлыми бровями и с темными волосами как-то не очень симпатично. Все-таки с белым париком было круче. Ну да. А сейчас, да, такая была ходит. Ну, такой лоб сразу же огромный. Конечно, потому что ушел акцент. Ну и челки нету. Ну да. Дело, я сейчас уберу свои брови. Они мне нарисованные. Пожалуйста. Мне кажется, тебе сейчас будет... А, ну, в принципе, все готово. А мне недолго. Мне достаточно просто их своевременно не подкрашивать краской, и я уже в тренде. Так, я хочу сначала немножечко вот побыстренько вот так вот их высветлить, и потом надеть планик. Слушай, ну это твой тренд, смотри, как у тебя быстренько вжик-жик-жик. И все, издеваешься? Ну ладно, я их покрасила, правда, вот на днях. Думала, на концерт сейчас пойду. Так, где пудра? Ой. Тушите такой лоб. А, ты-то что-то постарела. Без бровей. Давай ты. Это пудра для бровей Seventeen. И почему-то вот в самой вот этой крышечке... Погремушка. Погремушка. Чтобы весело играться было. И тут, знаешь, получается, что... Слышу-слышу, брови красишь. Можно наделать паричок. Здравствуйте. 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 Нет, все-таки, когда белый парик, как-то вот здесь есть, мне кажется, какая-то логика, да? То есть светленькие волосы и светлые брови. Если еще, например, вот такая челочка, или, допустим, немножечко... Как-то вот так вот. Угу. Ой. Ты по сравнению со мной теперь какая-то взрослая и уставшая. И у меня такая нижняя часть лица мотивная. А потому что акцент ушел со верхней зоны. Угу. И какая-то мужеподобная, мне кажется, очень стала. И почему-то, да. Ну, скулы. А, скулы, это мужеподобная. Брови исчезли. Так. Ну, а я какая-то милашечка стала. Ой, ну не знаю. Что будем с трендами делать? Посмотрим. Кстати, сейчас вот так вот лучше, чем вот так. Да? То есть в жизни посимпатичнее. Девушки, скажите, пожалуйста, а вы готовы к новым трендам? Вы будете вот так ходить с высветленными бровями? Я вот честно скажу, я пока не готова. Я посмотрю, возможно, этот тренд не приживется. Такое тоже бывает. Есть такие тренды, которые, знаете, как бы двухдневки. Ну, точнее, они пару месяцев продержатся и все. Сейчас, кстати, еще многие знаменитости делают брови тоненькие. Да, но вот я только хотела сказать то, что, может быть, и раньше думали, что это будет пару дней этот тренд. А в итоге, сколько уже лет, да, мы выходим из этих тонких бровей? Пытаемся отрастить форму. Но сейчас опять тонкие или без бровей? Я пока не готова, потому что все-таки я, например, не хочу высветлять свои волосы, да, потому что они у меня темные. И если я их высветлю, волосы, то мне придется это поддерживать. Ну, то есть я не готова так кардинально меняться. Ну, согласись же, есть же адаптация бренда под реальную жизнь. То есть, скорее всего, может быть, если мы уходим от таких темных, широких бровей, это просто будут такие более натуральные, может быть, и вообще непроработанные брови. Ну, так у меня что, вот закрашенные, что непроработанные, у меня просто получается, я особо не буду украсить брови, да. Ну, я их и так не выщипываю. Ну, вот. Можно сказать, и убрала. Вот у меня будет, если я не буду их красить краской натуральной, у меня будут они приблизительно вот такие. Я пока тоже не готова быть вот такой вот инопланетянкой. Мне как-то... Поэтому тренды трендами, но все-таки есть предложение, то, что сейчас модно, а уже от нас зависит, мы применяем этот тренд на себе или нет. Лично я, с учетом того, что мне все-таки не 20 лет, у меня не модельное лицо, поэтому такой тренд для моего возраста и для моей внешности, он не совсем подходит, потому что если все-таки ходить без бровей, тут нужно учитывать то, что придется более активно работать с глазами, потому что если я буду делать еще макияж такой понежнее, то как раз вот эти возрастные изменения, там, века и так далее, это все будет очень видно. Поэтому меня это не сделает, ну, как бы интереснее и моложе. Возможно, когда будут повально все без бровей, то тогда, может быть, уже когда все так ходят... Ну, по часов, возможно. Возможно, да. Девушки, очень интересно ваше мнение. Готовы ли вы вот к такому тренду ходить без бровей, высветлять их, возможно, потому что вот все говорят, что так надо, так надо. Да, напишите, пожалуйста, в комментариях. Ну, мне почему-то кажется, что девушки скажут, что большинство, что не готовы. Ну, я тоже так думаю. Ну, посмотрим, давайте посмотрим. Спасибо вам за внимание и до новых встреч. До свидания.